Вклад в обеспечение суверенитета. Александр Лукашенко утвердил решение по охране госграницы. Нам не надо никакой войны. О чем доложил председатель погранкомитета. Заветный кубок. В Бобруйске завершился турнир спасателей. Эти спортивные мероприятия прошли без травм. Как это было? Железная логика. В городе прошла игра «Что, где, когда» среди школьников. Мы развиваемся в разных областях, не только как школьные предметы. Как сыграли умники и умницы. А также белорусская вакцина. Доступные продукты и сильные морозы. В предстоящие дни синоптики обещают существенное похолодание. Что еще по прогнозу? Основа безопасности. Президент утвердил решение по охране государственной границы на этот год. Александр Лукашенко подчеркнул, основа обеспечения суверенитета в мирный период – пограничные войска. Детально об их работе доложил председатель Госпогранкомитета. Обсуждая итоги 2021-го, глава государства отметил – военнослужащим пришлось быть более бдительными, участвовать в разведывательных операциях. Также президент ответил на угрозы в адрес нашей страны. Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа Соединенных Штатов Америки. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам. Да если вы позволите Путину и России, вы позволите это то, то мы введем санкции. Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это, понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси. Так вот я хочу обратить их к тому, что я сказал в Лунинце. Думаю, не надо ничего тут добавлять. Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас вот к этим вот действиям. Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами? В этот же день глава государства принял с докладом генерального прокурора. Здесь обсудили результаты деятельности правоохранителей. Отдельно президент интересовался работой по фактам геноцида белорусского народа. Ситуация в агропромышленном комплексе, в частности, падеж скота, тоже в списке тем. Фанфары, место сирен и полная экипировка ради зрителя. В городе завершился турнир спасателей на Кубок председателя Бобруйского горысполкома. Позади минифутбол, волейбол и пожарный спорт. Кому досталась главная награда, знает Ольга Васенда. Команде Бобруйска-1 сложно скрыть эмоции. Вместо сирены звучат фанфары. В очередной раз наши лучшие на турнире спасателей. Занимают первое место в минифутболе и показывают достойный результат в остальных этапах состязания. Победителям вручают главный приз – Кубок председателя Бобруйского горысполкома. Капитан признается – успех в универсальной подготовке. С 2010-го ни разу не проигрывала. То бишь последних 11 раз выигрывали. В очередной раз мы стояли свой кубок завоевать. Это тяжело, но отстоять всегда еще сложнее. Соревнования – отличная возможность встретиться с коллегами из разных городов. Гродно, Новополоцк, Речица, Минск, Бобруйск и даже Нарофоминск. Всего 9 команд. На три дня сотрудники МЧС меняют привычную форму на спортивную. Первый в списке – волейбол. Здесь всех превосходят россияне. Очень приятно, что откликнулись как команды областных управлений города Минска, так и команда Нарофоминска. Самое важное, что эти спортивные мероприятия прошли без травм. Ребята получили положительные эмоции. Появились новые знакомства. Я надеюсь, что завязались дружеские отношения. Поэтому буду надеяться. И мы, как принимающая сторона, надеемся, что этот турнир будет продолжаться. Самым зрелищным этапом троеборья становится пожарный спорт. Подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж – часть системы боевой подготовки. Длина пути к учебной башне – 32 метра. В общекомандном и личном зачетах побеждают спасатели из Гродно. В рамках этой напряженной спортивной борьбы, я думаю, что все были достойны стать чемпионами. Однако, где-то кому-то улыбается удача, кому-то нет. Я однозначно могу заверить всех, что достаточно высокий уровень подготовки, потому что спорт является базовым для профессиональной подготовки спасателей, является фундаментом успеха вообще в боевой работе. Этот турнир становится 18-м по счету. Он проходит ежегодно и традиционно посвящен профессиональному празднику. Наши бойцы успешно справляются с любыми угрозами. Только за 2021-й спасено более 6 тысяч человек. Каждый день сотрудники МЧС отвечают на вызовы судьбы ради сохранения чужой жизни. На встречу референдуму в Бобруйске говорили об изменениях и дополнениях в Конституцию. Разговор состоялся в стенах Бобруйска-Громаша. Экономика, социальные гарантии, политические инновации – только малая часть тем, которых коснулись участники. Одним из главных вопросов стала актуальность изменений в основном законе страны. С этой Конституцией мы уже прожили четверть века. Изменилось наше общество, изменилась политическая культура, изменилась партийная система и система общественных организаций. Появилось много новых отраслей, появилась необходимость защищать персональные данные. Все это уже не укладывается в действующую Конституцию. Поэтому, пройдя очень серьезный, внушительный этап модернизации белорусской экономики, мы подошли к этапу модернизации белорусской политической системы. В трудовых коллективах не особо широко, но все-таки обсуждаются и ситуации, какая жизнь нас ожидает. Читаем в интернете, в газетах, но там больше сухая информация. Здесь, конечно, приехал председатель союза журналистов Белоруссии, рассказывает более красочно, подробно. Поэтому, да, это вызывает интересы. От Конституции зависит будущее белорусов ни одного поколения. Прием предложений и обращений граждан завершен. Поступило почти 9 тысяч мнений. Напомним, 27 февраля будет поставлена точка в этой политической кампании. Последнее слово останется за народом. Технический сбой, контроль цен и внушительный штраф. С выпускников, которые не отработали распределение, взыскали почти 340 тысяч долларов. Сколько исков подала прокуратура? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Отечественный препарат от коронавируса планируют начать производить к сентябрю 2023-го. Сейчас происходит процесс разработки лабораторного регламента. Доклинические испытания проведут летом. Полный курс вакцинации уже прошли 4 миллиона 324 тысячи белорусов. В республике начнут контролировать рост цен на ряд импортных овощей и фруктов, которые стали завозить в страну с января. Это морковь, картофель, капуста белокочанная, свекла, репчатый лук, яблоки. Решение о регулировании стоимости направлено на поддержание доступности жизненно важных продуктов для населения. С выпускников, которые не отработали распределение, взыскали почти 340 тысяч долларов. За 2021 прокуроры подали около 200 исков. Причиной стала неявка. В этом случае нужно добровольно в течение полугода заплатить деньги, затраченные государством на обучение. Кроме того, многих молодых специалистов уволили за прогул. Оформление электронных билетов на поезда временно недоступно. Об этом заявили в предцентре БелЖД. Причина – технический сбой. Если путешественникам необходимо оформить проезд или же, наоборот, вернуть квиток, следует обращаться в кассы. Если нет такой возможности, нужно написать заявление. В Беларуси в предстоящие дни ожидаются сильные морозы. В некоторых районах столбик термометра опустится до минус 24 градусов. Прогнозируется небольшой кратковременный дождь, туман, изморось. Век живи, век учись. В Бобруйске работает Институт повышения квалификации и переподготовки. Филиал БНТУ функционирует уже 9 месяцев. Собрано три группы, в каждой не больше 20 человек. Занятия проходят в кабинете с преподавателями, а также в онлайн-формате. Можно записаться и на индивидуальные уроки. Мы оказываем образовательные услуги по различным направлениям. Начиная с обучения руководителей и специалистов. Это повышение квалификации, переподготовка кадров. И, конечно, работа с, скажем так, рабочими специальностями. Наше отделение в том числе может обучать практически по 600 специальностям различного совершенно направления. Это и строительные специальности, это и специальности, связанные с торговлей, обслуживанием. После обучения специалист получает документ государственного образца. Записаться могут не только физические, но и юридические лица. Специалисты готовы выезжать прямо на предприятие. Вся информация на сайте филиала. Гонг, волчок и минута. В Бобруйске прошла интеллектуальная игра. Во втором этапе, что где когда школьники боролись за выход в финал, главный приз – хрустальная сова. О борьбе за круглым столом Татьяна Горбач. Знать ответы на самые каверзные вопросы, включать логику и слушать интуицию. Без этого настоящему знатоку не обойтись. Капитан эрудитов 31-й школы обладает такими навыками в совершенстве. В свои 17 Мария Кириленко – опытный игрок. Первый раз за стол села в 13. Своими называет вопросы в области искусства и архитектуры. Но источными науками девушка на «ты». Любит что где когда – всей душой. Каждый раз мы узнаем много чего нового, потому что вопросы какие-то довольно интересные, специфические, нехарактерные школьной программе. И как бы это очень хорошо влияет на нас. Мы развиваемся в разных областях. Вот не только как школьные предметы, но и что-то больше. Во втором этапе осенней серии городской интеллектуальной игры за выход в финал борются юные эрудиты из 9, 12, 30, 31 школ. Все по-настоящему. Волчок, вопросы в конвертах, черный ящик и музыкальные паузы. Даже накал эмоций не уступает знаменитой телевизионной версии. Браво организаторам! Мы проводим традиционную игру «Что где когда». Это совместное мероприятие, которое организовывает Управление по образованию Бобруйского горисполкома и наш Центр дополнительного образования детей и молодежи города Бобруйска. Вопросы самые разнообразные. Даже взрослого человека способны завести в тупик. По итогам двух игр в зимнюю серию проходят команды 10, 12, 27, 30, 31 школ и 2 гимназии. Уже весной знатоков станет меньше. Финал состоится в мае. Тогда и узнаем, кому достанется главный приз – заветная хрустальная сова. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова